Сейчас начнется коронация императора Николая II. Николай II спускается по крыльцу. Это первые подлинные кадры российской кинохроники. Широкий зритель их никогда не видел. Они бережно хранились в Красногорском архиве. Как отмечают историки, в фильме мы видим совершенно другого императора. Человека умного, красивого, настоящего созидателя. Человек, который за свою историю правления не такую же большую, 23 года Николай II правил нашим государством, но создал для него так много, так для него много сделал, что этим старым багажом мы живы еще до сих пор. Ну, один только штрих. За время правления Николая II было построено 46 тысяч километров железных дорог. Сложил кинохронику в фильм историк-исследователь семьи Николая II Константин Капков. Кадры сопровождает аутентичная дореволюционная музыка. Обработать ученым предстоит еще не один час архивного материала. Сейчас историки работают над фильмом о знаменитом путешествии Николая II по 11 русским городам. Жителям Одинцовского округа пришлась по душе историческая тематика. Здесь транслируют достаточно интересные, важные и полезные материалы, кинофильмы, художественные фильмы, которые играют значительную роль в воспитании именно патриотизма, воспитании молодежи и вообще наше будущее. Очень важно, чтобы такие фильмы показывали. Кинофестиваль Андрей Рублев собрал несколько десятков зрителей в Голицынском киноконцертном зале «Октябрь». Его вместимость – 178 человек. Такой масштабный день кино православного содержания местный культурно-досуговый центр организует впервые. Приурочили его ко дню памяти выдающегося русского иконописца Андрея Рублева. Сегодня показали сразу четыре кинокартины. Люди хотят чего-то более умного, более доброго, патриотичное кино. Что-то такое, которое поднимает дух, сплачивает народ наш. И этот кинофестиваль, он как такой небольшой, может быть, образец направления, в котором надо двигаться кинотеатром. Показы фильмов проходят в киноконцертном зале регулярно. Жанры разные, но любой вкус. С расписанием можно ознакомиться на сайте Голицынского культурно-досугового центра. Вход свободный. Алтына Урумбаева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова